Конечно, этот праздник нужен. Понимаете, вот мое детство прошло, и я помню, с каким упоением мы смотрели военные фильмы, как наши побеждали немцев, как мы играли в войнушку. И все это нас объединяло, потому что мы понимали, что мы замечательные люди, что нас хотели поработить, а мы не дались. Нас хотели изменить, навязать нам другую концепцию понимания мира, а мы выстояли. И это вот заложено внутри нас. Конечно, потом, начиная с 1986-1987 года, особенно это усилилось после 90-х, это все стало разваливаться внутри нас. Это был искусственный процесс. Очень хотелось, так сказать, людям каким-то, и над этим работали целые институты, и огромные десанты засылались сюда, для того, чтобы развалить в человеке гордость за свою страну, развалить в человеке гордость за свои ценности. И отчасти, наверное, это удалось, и мы теперь пожинаем следы того, что плоды того, что было. Это печально. И, конечно, очень тяжело и трудно. Теперь, после таких десятилетий, извините меня, неправильных политических взглядов, неправильно выразился, неправильной политики по отношению к собственному народу, к собственной истории, конечно, теперь очень трудно все это дается. И 9 мая – это один из главнейших праздников, если вообще не самый главный праздник, который есть некий символ того, что мы большая, могучая страна, победившая такое огромное зло, наверное, самое большое зло, которое было в истории человечества. И, конечно, кому-то хочется умолить нашу победу, кому-то хочется ее разделить, раздербанить по каким-то мелким странам. Поэтому и хотят уже проводить в Варшаве День Победы, но они с ума сошли. Вы понимаете? Поэтому День Победы – это очень важный праздник, и, мне кажется, каждый человек должен обязательно иметь отношение к этому празднику, должен его прочувствовать. Вот это большая потеря большого населения, это огромные страдания, через которые наш народ вышел. Но заметьте, как восплотила нас война. Ведь мы… полстраны было разрушено, столько жертв принесено, и как быстро мы оправились от всего, как быстро мы запустили первого человека в космос. А сейчас, вон, после 87-го года, да, сколько лет прошло, и слава Богу, что вот с 2000-х, с 2000-го года пошла вот эта новая история возрождения силы и могущества нашей страны. И нельзя ни в коем случае останавливаться, ни в коем случае. Продолжение следует... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...